Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хотела бы немножечко вдохновить вас на весну. Мы вчера гуляли, встретили первые подснежники, крокусы. Такие настоящие весточки весны. И несмотря на то, что я сейчас сижу в шерстяном свитере, в воздухе ощущается вот такой аромат весны. Я сегодня приглашаю вас разобрать весенние косметички. Я покажу, чем буду пользоваться я. Возможно, вы откроете для себя какие-то новые средства, новые текстуры, финиши, цвета. Или вообще найдете новое применение тому, что у вас уже есть. И, конечно же, будут мои любимые ароматы на этот сезон. Поехали! Обычно за осень и зиму мы все с вами настолько морально устаем. И на лице появляется какая-то сухость. Нет вот этого здорового блеска и сияния. Мы стасковались по солнцу. А если вы живете в солнечной стране, то я даже чуть-чуть вам завидую белой завистью, потому что у нас уже практически полгода за окном полутьма. И для того, чтобы вернуть своему лицу такое холеное свечение, зачастую именно весной я начинаю пользоваться всевозможными сияющими базами, жидкими хайлайтерами. Наношу это на выступающие участки лица или подмешиваю в тон. В общем, всегда по-разному. Конечно, столько одному нормальному человеку не надо, но я здесь для того, чтобы показывать вам разные варианты. Первые мои два старых фаворита. Во-первых, это сияющая база от бренда Heimish, корейская марка, сразу со SPF 50. Поэтому у вас будет такая хорошая, качественная защита от солнца. Это особенно актуально в теплое время года. Она, пожалуй, самая деликатная и универсальная. Подойдет каждому цвету кожи. Чуть-чуть увлажняет, но не ощущается какой-то пленкой на лице. Супер красиво выглядит на коже, даже без тонального крема. То же самое могу сказать о легком увлажняющем креме от бренда KIKO с эффектом подсвечивания. У него уже такой слегка ванильный, не желтый, а именно ванильный оттенок. И на обе вот эти базы чудесно наносится декоративная косметика. И если поверх добавить хотя бы легкий тональный крем, то вот это свечение будет пробиваться сквозь него. Но здесь нет никаких отдельных блесточек. Более яркие, сияющие, жидкие хайлайтеры. И не зря у них такой объем, потому что у них много применений. Вы можете наносить их под тон, смешивать с тональным кремом. Поверх тона на выступающие участки. Или даже добавлять в ваш любимый бальзам для тела на ножки. Это вообще так красиво выглядит. Или на все тело. В общем, пробуйте. У меня есть два, которые даже по цвету похожи. Я бы сказала, что это розовое золото. Во-первых, Rare Beauty. У меня оттенок Mesmerize. Пожалуй, это один из самых популярных. И его нужно немного. Не стоит обмазывать все лицо. Он и так будет сиять из космоса буквально. Но вы можете дозировать этот эффект. Меньше, больше. По желанию, по настроению. И второй тоже в цвете розового золота. От бренда Eveline. Это хайлайтер для лица и тела. У них, кстати, есть два цветовых варианта. Вот этот и второй ванильно-золотистый. Я вам их показывала, рассказывала о них. И тоже собираюсь еще более активно использовать в это весенне-летнее время. Я снимаю это видео в преддверии 8 марта. И очень жду скидок в этот день. Потому что мне так понравилась новинка от бренда MAC. Это легкий тонирующий тинт для кожи. С эффектом свечения. У него минимальное покрытие. Я уже была в салоне. Подобрала себе оттенок. И обязательно куплю. Сначала мне показалось, что, может быть, такого легкого покрытия мне будет недостаточно. И все-таки это свечение может подчеркивать какие-то недостатки. Нет-нет-нет. Это дорогущая, в кавычках, красивая, лоснящаяся кожа. Мне кажется, что на лето, на весну самое то, когда хочется вот этого эффекта. Глоу-глоу-глоу-глоу-глоу без перегруза. И он гораздо красивее смотрится на всем лице, чем, например, похожее средство от бренда Charlotte Tilbury. Наверняка вы уже заметили, что сейчас на пике популярности такой эффект глаз скин на коже. И я искала что-то из этой категории. Очень советовали такой жидкий хайлайтер от бренда Kevin Aquan. Если я правильно произношу, там было несколько оттенков, я взяла себе вот этот. Оказалось, что он слегка желтоватый, но при нанесении на кожу это не особо бросается в глаза. И я побаивалась того, что в нем есть прямо заметные такие светоотражающие частички. По факту, ну да, это не самый жидкий хайлайтер, база, но больше всего меня немножечко так настораживает его текстура, потому что он как будто вазелиновый такой, жирненький. И когда я наношу его поверх тонального крема, то очень часто он разъедает уже то, что было накрашено до. Поэтому чаще всего я наношу его под тональный крем. Свечение сохраняется, конечно, это не то, что я планировала, но возможно я не знаю каких-то тонкостей применения. Поделитесь, у кого он есть, как вы с ним справились, потому что я хотела, чтобы именно блестело как жирный блин. Мне такое нравится, я не всегда припудриваюсь, и это то, что мне хотелось бы попробовать как минимум. Но пока что ожидание и реальность. Я буду пытаться, но пока что сильно не буду вам советовать, просто показываю, что есть мои весенние косметички. Категория тональные кремы. Я очень люблю в теплое время года что-то полегче, что-то и увлажняющее, но не утяжеляющее, чтобы это неплохо держалось. То есть выравнивала общий тон кожи, скрывала какие-то мелкие несовершенства. И также, чтобы были какие-то дополнительные бонусы. И вот так, благодаря одной из моих зрительниц, которая написала мне, кстати, я всегда читаю ваши комментарии и рекомендации, записываю себе, тестирую, покупаю, и когда что-то нравится или удается найти, я потом делюсь с вами своим мнением. Благодаря своей зрительнице я открыла для себя бренд Илья. Очень много всего у них там интересного, я хочу сказать. Это даже не совсем тон. Это тонирующая сыворотка с эффектом тинта и еще и с SPF 30. В составе здесь не только высокий фактор защиты, но еще и неоцинамид, сквалан, гиалуроновая кислота. И все это продается в стеклянной бутылочке. Имеет жидкую текстуру. И когда на лице есть какие-то несовершенства, это сыворотка тон, которая еще как будто немного подлечивает, выравнивает тон кожи. То есть это не то же самое, что кислота, но однозначно что-то есть. То есть постакне быстрее уходят. Если нужно перекрыть прыщ, я могу немножечко ее наслоить или где-то постакне тоже добавляешь. И при регулярном использовании общий тон выглядит более однородным. Это легкое к среднему покрытие, я бы сказала, конечно же, сияющий финиш. И еще и SPF. Это просто идеальное средство на каждый день. Имейте в виду, что это не заявлено как стойкий матовый тон, нет. Поэтому если у вас жирная кожа, он будет блестеть. Если вы любите полуматовый финиш или какой-то сатиновый, то придется ее припудрить. Я ношу просто так, и я от нее балдею. Дорого, но она того стоит, как я люблю говорить. Дальше очень легкий тонирующий гель-крем от бренда Bare Minerals. Мой оттенок 0,5. Вот как был он у меня пару лет тому назад. И сейчас купила себе мини-формат, потому что мы куда-то ехали, и мне нужно было что-то компактное. Продается в нашей Sephora. Это гель-крем. Он тоже чуть-чуть увлажняющий, не пластилиновый. Его просто распределить. Но он будет чуть легче, чем вот этот Илья. И менее перекрывающий. Здесь классное сочетание физических и химических фильтров. Он действительно хорошо защищает от солнца. Я помню, что я использовала его именно летом. Здесь SPF 30. И он вообще не ощущается на коже. Он не заметен. Он благодаря своей суперлегкой текстуре и легким тонирующим эффектам не виден. И он не западает потом в пур, не проваливаются мимические морщинки. Супер классный. Тональный крем, который вызвал бурную дискуссию в одном из видео, которые я недавно снимала. Это тон от бренда L'Oreal с увлажняющей сывороткой, с гиалуроновой кислотой. Вы писали, что у вас он какой-то матовый, что он пахнет спиртом. Ничего подобного. Я свой покупала в Польше. И также вот если посмотреть на него в упаковке, то явно видны цветоотражающие частички. Не блесточки, но это сияющий тон, который выглядит влажным. Он хорошо держится, приятно ощущается, дает легкое покрытие, такое, как я люблю. И у меня оттенок 2-3 light, но он далеко не light. Такой слегка подзагорелый. Я могу его использовать только тогда, когда или реально загорю, или нанесу автозагар. Также в этом году, в этом сезоне я планирую попробовать больше вот таких инкапсулированных тональных кремов. У меня два от Chanel. Причем вот этот в квадратной упаковке я очень люблю. Он легкий. Это самое минимальное покрытие. Но вот какой-то он волшебный, потому что он и так делает то, что должен. Его вообще не видно на коже. Вот вообще. Хоть с лупой смотри. Но он делает тебя такой свежий, отдохнувший. Для возрастной кожи, для тех, кто не любит ощущения косметики на лице. Вам понравится, но на то, что он скроет какие-то несовершенства, не рассчитывайте от слова совсем. Я купила более тонирующую версию. Он, кстати, меньше по объему, чем вот этот. И не знаю. На мне он выглядит очень сухо. Да, действительно, пигмента в нем больше. Но он заметен. Он как-то живет отдельно от моего лица. Я стараюсь его как-то с чем-то смешать. Как-то использовать тогда, когда я не буду где-то появляться особо. Но хочется выглядеть свежо хотя бы для себя. Короче, знаете, это нужно кому-то передарить. Мне он не подходит. Возможно, у вас комбинированная кожа или жирная. На вас он ляжет ровнее. Но для меня это, к сожалению, были выброшены. Конечно, я понимаю, что легкого покрытия не всем достаточно на каждый день. Мне в том числе. Но я призываю вас попробовать это и корректировать какие-то несовершенства при помощи корректоров. А сейчас все более популярными становятся универсальные средства 2 в 1. Это консилер и корректор. Которые при желании вы можете даже нанести на все лицо, растушевать. И это средство способно заменить и тон, и консилер, и корректор. Например, в поездке или когда мы хотим по максимуму ограничить нашу косметичку. О чем идет речь? Это все в одном от разных брендов. Один из моих самых любимых корректора консилеров. Он супер кремовый. Он увлажняющий. Он перекрывающий. Но не утяжеляющий и область под глазами, и лицо в целом от бренда Lancome. У меня оттенок то ли 110, то ли 0,10. Маркировка у них странная. У меня указано сразу два номера. Я бы сказала, что у него нейтральный оттенок. И не желтый, и не розовый. Вот такой просто средний. Зачастую у таких средств большой аппликатор. Это облегчает нанесение. И, например, у вот этого консилера-корректора средняя плотность покрытия. Мне этого более чем достаточно на все случаи жизни. И он настолько приятен и роскошен под глазами даже для возрастной кожи. Я снова побегу за ним в Sephora или в наш Douglas. Похожее средство на предыдущее от Lancome, только уже от бренда Dior. Он чуть менее перекрывающий, чем Lancome. И как будто легче. То есть под глаза супер. На все лицо, если ситуация этого требует, тоже. Но чтобы скрыть какое-то яркое постакне или пигментацию, скорее не чем да. И когда-то у Dior уже было нечто похожее в такой же упаковке и в таком же цвете, как у меня. Я его приобретала года два тому назад. Они действительно изменили формулу. Мне не за что его ругать. Могу только похвалить. И, конечно же, я буду им пользоваться. Когда он закончится, ну, скорее всего, побегу за Lancome. Потому что это вот настоящий любимец сквозь годы. Из бюджетного сегмента. Чуть более перекрывающий. Отличная цветовая гамма. Стойкий. Под глаза можно нанести чуть-чуть. И у вас будет эффект вау. Он очень хорошо носится. Он не заваливается морщинки под глазами. В какие-то складочки. Это Rimmel Multitasker. Все то, что способны сделать предыдущие, он тоже делает. Только он более стойкий. И больше покрытия. Но я знаю, что такое тоже ищут очень многие девушки и женщины. Извините, но это весна и лето. Для меня сезон ярких румян. И говоря ярких, я реально имею это в виду. Мне сейчас даже меньше хочется наносить скульпторов, бронзеров. А вот румяна, они как-то... Знаю, что многие не любят это слово омолаживают. Но они дают вот эту свежесть, какую-то юность. И такой эффект, вот знаете, сочных щечек. Сочных без перебора, несмотря на цвета, которые я сейчас вам буду показывать. У меня есть две крайности. Или коралловые, или заметно розовые. Я сегодня специально нанесла чуть больше ярких румян. И даже вот овал кажется совершенно другим. Но для весны вот это самое то. Я увидела этот оттенок на одной девушке. И не могла поверить, что это в такие румяна. Сегодня я их намазала от души, для того, чтобы они были даже больше заметны на мне в видео. Это MAC линейка Glow Play Blush. Это такие румяна, которые и не кремовые, и не прессованные. Это как будто запеченный крем. Если бы я их придавила, чего я не хочу делать, они как продавливаются. Знаете, такие мягенькие. Но это не кремовые румяна в таком обычном каком-то восприятии. Послушайте, вот этот оттенок называется Hit Index. И он на лице не такой яркий. Я сейчас без автозагара. И я не снимаю его с кисточки. Просто набираю и наношу на лицо. Насколько же он красивый. Он такой жизнерадостный. И вот эти румяна еще и дают красивый перелив на лице. То есть это не чересчур, это не что-то такое гиперсияющее, еще и ядреного цвета. Нет. Они полупрозрачные. Они как такие вуальные, но при этом с отблеском и с цветом. Конечно, в этой линейке есть более такие классические приемлемые цвета. Но я увидела на девушке, обалдела и думаю, мне такое надо. Тем более у меня такого нет. У меня огромное количество розовых, там каких-то чайных роз, персиковых и так далее. А чего-то такого не было. И они пришли, думаю, ну вот как бы, что с этим делать. Нанесла. И нужно будет попробовать на своих подружках. Они, правда, не такие насыщенные. И очень-очень красивый перелив во всех. Я уже перетрогала маковские румяна. Но вот эти прям сильно меня зацепили. И я буду слишком часто в этом году говорить о них, потому что они уникальны. Как и многие румяна от бренда MAC. Они из года в год со мной. И им очень сложно найти какие-то аналоги. У меня сейчас легкое помешательство на всем коралловом. Я сегодня еле сдержала себя, чтобы снова не надеть коралловый свитер. Если вы ищете просто красивые, сияющие, такие освежающие персиковые румяна, то от бренда PAESA недавно рассказывала. Это органовая их линейка номер 65. Они, ну вообще, такие милашные. Они сразу делают нас такими, как какой-то нежный весенний цветок. Супер! Вообще, вот эти вот румяна, они приятные. Они не слишком пигментированные. В зависимости от оттенка. Но те, которые были у меня, с ними нет никаких проблем. Также у меня есть кремовая румяна. Мне сейчас нравится все пожирнее. Такое увлажняющее. Что-то, что имеет не сухую текстуру. И у меня эти румяна уже давно. Где-то есть еще и яркий оттенок. Но до него я доберусь тогда, когда чуть-чуть подзагорю. Это Pixi. Кремовая румяна, которых хватит на всю жизнь. Что это за оттенок? On the Glow Blush. Оттенок. Ну их там три. Коралловый, розовый и яркий. Я думаю, что несложно будет определиться. Это румяна, которая вот в таком странном плоском стике. И я пробовала наносить их из упаковки. Как вот многие инстаблогеры делают. Это так не работает. Потому что тон съезжает вместе с румянами. Я набираю на спонж. Прям так обильно. Они нежнейшего розового цвета. Такая, знаете, пудровая роза. Но мега освежающая. И спонжем наношу на лицо. Они никогда не выглядят вот так ярко. И они, вот если нанести поверх пудру, то точно продержатся целый день. Но на моей суховатой коже, даже без ничего. Меня не смущает то, что я могу где-то отпечататься. Но правда, все, что сейчас сильно сияет, это прям мое. Сильно увлажняет. Мне так комфортно. Но я тестирую по-разному. Румяна, если растушевать, они вот такие вот светленькие. И подойдут даже белоснежкам. Очень красивые. И из категории мега ярких, конечно же, это Fenty. Вообще у Fenty все стики для контурирования, какие-то румяна великолепные. И вот эти в номере 4 со мной уже пару лет. И конца и края не видать. Они не кремовые, а скорее гелевые. Полупрозрачные на лице. Я даже часто наношу их на губы. Но правда, они вот так на свотче выглядят прям заметными. Они чуть ярче будут, чем предыдущие. Тем не менее, достойные. И они застывают как будто не липкие. Или как-то впитываются, не знаю. Но в общем, держатся они очень хорошо. И более бюджетные, но не менее качественные. Я вам обещаю. Это новый оттенок жидких кремовых румян от бренда Aveline. Я вам показывала, по-моему, то был второй. А это... Их там тоже три. Этот в номере 3. Розоватый такой. Милашный. Нежнейший. Ну, кстати, это... Вот если сравнивать с остальными, он еще как будто с небольшой примесью коралла. Просто наносится все, как я люблю. Без заморочек, девочки. У меня на каждый день макияж занимает не больше 10 минут. И глаза я вообще крашу как бы не каждый день. Честно признаюсь. Но вот лицо мне нравится. Чтобы легкий тон был. Или что-то такое, что сгладит какие-то несовершенства, скроет. Брови, пожалуйста. И румяна. Это... А, еще кое-что для губ. Сейчас мы пройдемся посредством для губ. Губы. Я должна признаться, что в реальной жизни чаще всего я выбираю даже не помады, а какие-то тонирующие бальзамы или масла. Хоть это и называется маслами, в моем понимании это скорее какой-то такой плотный блеск с добавлением масла. То есть это не то масло, которое растекается бесконтрольно по вашим губам. В конечном итоге по вашему лицу съезжает на подбородок. Нет, это очень приятная текстура. И я, конечно, покажу вам и бюджетные варианты, но обещайте, что вы посмотрите бюджетную косметичку. Потому что я приберегла это для того видео или для аналогов. Короче, во-первых, я, конечно же, купила себе знаменитое масло для губ с эффектом сияния от бренда Dior. Причем у меня яркий оттенок в номере 015. Там есть и нежно-розовый, но вот этот полупрозрачный на губах, и он такой приятный, он так хорошо увлажняет. Я вообще поняла, что я очень многое люблю от Dior. А долгие годы я почему-то обходила эту марку стороной. Не было никакой причины. Мне просто сначала было интересно попробовать что-то другое. Я сейчас наверстываю упущенное, так сказать. Супер, девочки. Хотите себя побаловать чем-то дорогим? Рекомендацион. А если вы ищете бюджетный, но не менее классный вариант, у бренда NYX есть вот такой Fat Oil для губ. Ну то есть по факту это нечто похожее. Не могу найти зеркало. По эффекту и ощущениям. И у меня оттенок, я покупала на Золанду. А, супермодель. Вот, смотрите. Конечно, у меня сейчас помада на губах. Но для того, чтобы их увлажнить, вот оно такое немножко тягучее, что одно, что другое. Здесь такой же большой аппликатор. И оба средства тентуют ненадолго. Но оттенок остается. Обожаю. Но, помимо вот этих масел, мне еще очень сильно нравится вот эта штука от Catrice. Это увлажняющий липбустер. Но это, типа, как тоже блеск какой-то. Он не такой вязкий, как предыдущие, но он все равно такой плотненький. Он покрывает ваши губы. У меня яркий розовый оттенок. Но со временем, конечно же, вот этот блеск уходит, съедается, впитывается. Губы остаются очень хорошо восстановленными, такими пухленькими прям. И оттенок розовый остается. И когда мне вообще не хочется краситься, или когда я плохо выгляжу, но нужно с собой что-то сделать, я крашу брови и вот этот блеск. Вот действительно, один из недорогих, но он очень часто со мной во всяких там карманах, сумочках, потому что и поверх помады, и в качестве самостоятельного средства. Они отличаются по цветам, если вот эти предыдущие два где-то близко друг к другу, да, приблизительно, то вот этот ярко-розовый, и такого у меня нет. Советую попробовать и вам. Там, между прочим, были разные цвета. Помада, которая собирает очень много комплиментов, учитывая то, что это нюд, это даже немножечко странно. Но она смотрится так сочно на губах, она не просто увлажняющая. Вот если глянешь на нее, мне всегда казалось, что она с перламутром. Думаю, зачем мне такая помада? Но этот перламутр не заметен, просто ваши губы выглядят очень такими наполненными, ухоженными. И здесь этого перламутра, вот так если глянешь, что в помаде он заметен на губах, нет. Это просто как супер увлажняющая помада, но при этом она хорошо носится. MAC оттенок Pitch Blossom. Это как нюд, но с небольшим добавлением цвета. То есть она смотрится живенько на губах и много кому подойдет. Не бойтесь, вот если открутите ее, и вам покажется, что здесь есть какой-то перламутр, и что она мне насоветовала. Нет, это не то же самое, что и помада из нашего детства, которыми красились наши мамы. Это нечто другое. Помады MAC я очень люблю, но вот такого оттенка у меня никогда не было. А сейчас из всех имеющихся я все чаще выбираю ее. Я вам уже призналась, что у меня коралловое помешательство, поэтому могу уже не оправдывать себя. Я думала купить себе какую-то яркую коралловую помаду, и я займусь поиском. Пока что не встретила ничего того, что меня бы привлекло, но в моих косметических запасах всегда найдется что-то. Мне прям хотелось, вот знаете, вырви глаз. А это такие комфортные, в меру яркие варианты. Даже если вы пойдете на родительское собрание, то никто не будет на вас скоситься. Во-первых, это моя такая фирменная помада, которая способна скрасить любой макияж, даже если у вас не будет ресниц, все внимание будет на нее. И вот последний раз, когда я ее украсилась в инстаграме, что за помада, и в видео, как быть красивой, правда дурацкое название, но там важная информация, полезная, посмотрите. Но это то, что кликается. Как бы, sorry. Но я очень рада, что оно вам понравилось. На мне была вот эта помада. Это Armani. Она как взбитая суфле. Она стойкая, матовая, в оттенке 500. У меня есть еще бюджетный не аналог, но вот что-то из такой цветовой гаммы от бренда Seventeen в номере 06, но то классическая жидкая матовая помада. Но вот эта из люксовых, это, пожалуй, самая-самая, самая любимая. Это дорого, но цвет это что-то феноменальное. Здесь и немножко розового, и немножко кораллового. И она такая самобытная. Она сама вытягивает каждый образ. Вообще, ко всему, к любой одежде, к любой прическе. Если вы не любите что-то такое в меру яркое, хочется что-то поспокойнее, но тоже ищите из люкса. Сегодня с начала видео на мне был такой чуть-чуть коралловый нюд в номере 106. Это пигментированные, улажняющие, но при этом стойкие помады от бренда Armani Beauty. Тоже в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом она появилась у меня, у меня много оттенков. А вот это сегодня обнаружилось в моей косметичке. И думаю, о, то, что надо для весны. И вам советую попробовать. Но у них там вообще огромное количество цветов. Что я планирую использовать для глаз? Все, чем можно быстро и красиво накраситься. Это мой главный лозунг. Поэтому все то, чем накраситесь и вы. Я очень полюбила тени в стике от бренда Kiko в номере 6. И, наконец-то, дошло за что. Это не холодный, коричневый, сияющий. Он еще с такой, как будто, оливковой ноткой. То есть, по факту, его можно назвать скорее нейтральным, чем чисто холодным или чисто тепло-рыжим. И в нем еще очень элегантное сияние. И они такие пигментированные. Я сегодня, девочки, не планировала снимать. Я еще и с Дайсоном накрутила себе эти чертовые локоны, которые мне не понравились. Я их как-то скрутила. А потом села краситься. Думаю, макияжу пропадать зря. Я лучше поснимаю. Но я не хотела что-то там выдумывать. Я просто намазала эти тени на глаза. Пальцем растерла, даже без кисточек. И уже получилось красиво. На центр века добавила тени посветлее. Карандашом прошлась у линии роста ресниц. Все. До свидания. Больше ничего. Вот эти тени 10 из 10. Номер 6. Но если вам понравится какой-то другой, у меня было штуки 3 или 4, и все они хороши. Конечно же, тинты Armani. Вот светлые, кстати, гораздо сложнее выбрать вообще в каком-то другом бренде. И тем более в бюджетном сегменте. Вот эти, они всегда более тонкие. Какие-то по-другому мерцающие. Ну, в общем, самый любимый оттенок 11. И это и золото, и серинка в нем есть. И немного розового чего-то. И даже персиковый перелив. Я не знаю, как они это сделали. Но они сделали так, что я покупаю их, наверное, раз в пятый. Много раз показывала их на себе и так далее. И в Коралловомане продолжается розовое золото в оттенке 44. Долго у меня был этот тинт, но главный визажист Armani в Польше заново меня в них влюбил. И показал, как еще можно их использовать. Вот я взяла, немножко добавила на центр века. И сразу так, опа, и глаза заиграли по-другому. Ну, и в конце уже по традиции мы с вами поговорим про ароматы. Поздравляю всех, кто дожил, досмотрел до этого момента. Со мной произошло кое-что нетипичное. Нетипичное, потому что очень многие ароматы из тех, которыми я пользовалась, меня как-то душат. Мне с ними очень тяжело. Слишком сладко, слишком липко, вязко. Как-то хочется от них не то, чтобы отмыться, но у меня совершенно другое настроение. Наверное, по-настоящему весеннее хочется зелени. Дайте мне травы, каких-то свежих, вкусных фруктов. Да, они продаются в магазинах. Там можно найти даже черешню, груши и так далее. Но это совершенно не то. Хочется вот чего-то сезонного такого. И в конце я вам скажу об аромате, вокруг которого я крутилась в Испании. В каждом косметическом магазине наносила, выходила. Я думаю, нет, у тебя слишком много всего. Не бери. И в итоге вернулась. Думаю, нет, надо заказать. И у нас продаются только большие форматы. И я не хочу выбрасывать, блин, 100 долларов. Ну, не знаю, возможно, в качестве подарка на день рождения, который я до сих пор себе не купила, приобрету их. Не знаю. Но вот это то, что у меня где-то отложилось в памяти. Это тот аромат, с которым мне комфортно. И так он прям близкий к телу только для меня, для моего хорошего настроя, для моего самочувствия, для моего заряда на каждый день. Помимо того аромата, который я назову в конце, у меня есть такие жизнерадостные, очень позитивные ароматы, которые я любила на протяжении нескольких лет, и которые меня даже как-то переносят в то состояние беззаботное, счастливое, которое было до. И, наверное, я даже благодарна своим таким ассоциативным описаниям тех ароматов, которые у меня были, потому что сейчас, пересматривая свои старые ролики, я думаю, господи, откуда у нее вообще в голове было столько фантазий, столько слов подбиралось просто и легко на одном дыхании, чтобы что-то описать. И я открыла вчера свой парфюмерный шкаф. У меня ароматы в основном хранятся в темном шкафчике, только те, которыми я актуально пользуюсь, я достаю, и они могут стоять у меня на свету. Но это то, что я обновляла, то, что я дарила многим своим знакомым, и все говорят, слушай, ты меня подсадила. Это, конечно же, Эрмес зелененький, это не Нил, а сады какие-то, и я, и французский, это вообще две параллельные, которые никогда не пересекаются. Но все названия и оттенки, кстати, тоже будут указаны в инфобоксе. Со ссылками сейчас странная история, где-то они работают, где-то не работают. Google работает всегда. Я в каждом своем видео стараюсь оставлять полные названия, и это самое главное, это та информация, которую вы можете не вынести из видео, не запомнить, не расслышать. Инфобокс всегда заполнен так, как и положено все эти 9 лет. Так что пользуйтесь. Эрмес, мой дорогушечка, мой зеленый сад, моя свежая трава после расцвета с росой, это распахнутые окна в сад, ты выходишь, вступаешь по свежескошенной траве или просто по траве, покрытой росой, и срываешь вкуснейшую сочную грушу прямо с дерева, и вот эти листья груши тоже, еще какие-то фрукты именно сезонные, и ты в таком каком-то натуральном одеянии или в комфортном халатике из льна или в чем-то таком суперпростом, это аромат, который очень нравится окружающим и лично мне, аромат, который я на себе не так долго ощущаю, ну то есть если специально понюхаю руку, то да, но он оставляет такой тонкий шлейф после себя, и когда я вообще о нем забываю, меня иногда спрашивают, что это такое, это не парфюм, это, наверное, или парфюмированная вода, нет, это вообще, это не парфюм, это туалетная вода, но она неплохо держится и очень хороша в теплое время года, потому что она не навязчивая, здесь вот такой классный баланс сладостей, именно фруктовой, с зеленой нотой, это та свежесть, которой многим из нас не хватает, и вообще зеленый цвет, ощущение всего того, что вокруг зеленеет, жизнь продолжается, дарит желание жить, и вот такие бодрящие, но не такие, что тебя там вообще, знаете, перетормошило, пшикнул и просто перец ударил тебе в нос, нет, это прям такой, знаете, аромат счастья, беззаботности весны и лета, он очень элегантный, это унисекс, но в моем понимании, это все-таки более женская, туалетная вода, в нем нет ни единой мужской нотки, но есть мужчины, которые предпочитают такие туалетные воды, это один из моих, сейчас буду чихать, один из моих любимых таких кодовых, наверное, ароматов, которые всегда будут в моей коллекции, чем бы я ни пользовалась, есть те, которым я возвращаюсь, я кайфую, мне хочется упиваться вот этой зеленью, мне хочется в нее окунуться, чтобы она меня окружила, успокоила, подарила радость, вдохнула какую-то новую жизнь, мне хочется именно дышаться, приободриться, но чтобы это было очень комфортно и так естественно, для меня это аромат природы, вот в разном проявлении, травянисто-фруктовом, просто роскошная композиция на годы, я настоятельно рекомендую вам попробовать, я уверена, что вы оцените, также из категории зеленых, Gucci Bloom, только не путайте, там есть еще один, для меня он вообще как, что-то, вы знаете, из бабушкиного шкафа, что-то слишком пудровое, слишком сладкое, и какое-то непонятное, я всегда из-за того аромата обходила этот, а потом думаю, ладно, посмотрим, Gucci Bloom Aqua De Fiori, это тоже зеленая трава, так, девочки, продам вам информацию, которую вы запрашивали в одном из предыдущих видео, где я покупаю от Ливанты, бесплатная реклама, о которой меня не просили, рекламодатели, но просили вы, пшетестуи перфумы, оставлю вам ссылку, внизу в инфобоксе, там можете купить от Ливанты, причем можно выбрать разные размеры, там и бакара, и все, что хотите, если есть вот эти, то или любые другие из этого видео, или вы что-то ищите, можете тоже взять на пробу, в общем, поддержала польский бизнес, ну, вам будет полезно, я видела, что было очень много запросов, возвращаясь к Гуччи, но мне он не так долго держится, как предыдущий, и это не травянисто, такой фруктовый букет, как предыдущий, а скорее трава с белыми цветами, немного ландыша, который я не особо переношу, и в ароматах, и цветы ландыша тоже, они очень душат меня, а здесь немножко, чуть жасмина, какие-то вот такие тоже весенние цветы, тубероза, наверное, но что-то такое, что встречается где-то на прогулке, на лугу, не могу это точно назвать, такие вот, не мимоза, как они называются, такие желтенькие, и как будто не только сам цветок, но и стебли тоже, такой, знаете, букет белых цветов, но очень деликатных, это не навязчиво, это все-таки больше про зелень и сад какой-то, про прогулку на свежей природе, и здесь еще и вот эту свежесть дает бергамот, и немножко лимона, лимон здесь не ощущается, как вот в некоторых цитрусовых, да, это вот просто, как легкая нота свежести, все, в чем есть бергамот, лимон, зачастую мне подходит, особенно в теплое время года, и этот аромат, наверное, чуть больше на любителя, потому что не все любят белые цветы, кому-то больше по душе фрукты, и я вас прекрасно понимаю, фрукты, зелень, класс, но кто-то любит вот такие изящные, белые, тоненькие цветы, не слишком кричащие, как в каких-то зимних или вечерних ароматах, как в Армани Коуд, например, да, и здесь, вот знаете, еще ощущается зелень, листьев, смородина, вот чего-то такого, возможно, каких-то дикорастущих кустов, то есть, это не сад с сочными фруктами, это именно прогулка на природе, очень комфортная, такая расслабляющая, это тоже что-то, что погружает меня в весеннее настроение, но знаете, когда ты начинаешь с чего-то, что ты, ну вот, так обожаешь, что тебе хочется вообще всем дать это попробовать, потом сложно так же сильно хвалить остальные ароматы, но это нормально, когда что-то больше тебе нравится, что-то чуть меньше, но это тоже твой фаворит, и девочки, я все-таки буду настаивать на том, чтобы вы поискали какие-то ароматы, не очень там, такие насыщенные, что-то более легкое, не шлифящее, чтобы вы не душили окружение, особенно если вы пользуетесь общественным транспортом, если вы работаете в офисе, это важно, чтобы было кайфово не только вам, но и всем окружающим вас людям, и вот такими ароматами настроения, которые хочется обновить, так хопа, приободриться в течение дня, как-то поймать вот такой вайб, знаете, хочется чего-то, что пощекочит тебе нос, что-то, что тебя разбудит, как апельсиновый фреш, что-то, что даст вот эту нотку розы, но очень элегантной и утонченной, и речь сейчас идет об ароматах из линейки Аква Аллегория, у меня их было несколько, и, пожалуй, мои самые любимые, это Херба Фреско, и также есть Мандарин с базиликом, просто я подарила его маме, очень большие форматы, и мне всегда хочется попробовать что-то еще, и с вами поделиться, и, конечно, своей маме я тоже дарю то, что и нравится ей, и сама люблю, а не то, что мне не надо и не подходит, мне кажется, это нормально, и вот Херба Фреско, это тоже бергамот, как, знаете, какой-то травяной чай, именно в версии Айсти, еще и с лимоном, с газировкой, и ты на террасе, и на тебя летит вот такой бриз от вентиляторов, знаете, как в Турции на All Inclusive, или в каких-то классных ресторанах, где в вентиляторы добавляют еще какую-то воду, чтобы освежить своих посетителей, и вот ты пьешь этот Айсти, и там еще вот какие-то листья бергамота, возможно, мята, вот чего-то такого супер фреш, что-то, что тебя так аж пробуждает, это так с облегчением, так, ой, как классно, ой, как свежо, и есть чем дышать, вот, когда тебе очень сильно хочется пить, и тебе приносят стакан Айсти с газировкой и с лимончиком, вкусно, прям, знаете, такой позитив, очень кайфовый, пассифлора, он такой, более кислый, вот реально кисло-сладкий, но больше в нем кислости, каких-то цитрусов, чего-то такого сочно-фруктового, хербофреска, это, конечно, травяная история, как вот мне сейчас хочется, а пассифлора, это такая фруктовый какой-то фреш с газировкой, вот все они такие очень кайфовые, там еще, пэрогранита, по-моему, был, он еще более дерзкий, такой, вот знаете, как, знаете, как тебя разбудили пощечной, ты нанес, и такой, ого, ничего себе, так можно было, очень такое, не теплый, уютный, а именно супер бодрящий, пассифлора, это фруктики, вот кокосовые, там, боже, они все роскошные, к сожалению, такие туалетные воды не держатся долго, но мне кажется, что это даже плюс в теплое время года, особенно для тех, с кем вы общаетесь и пребываете в общем пространстве, это что касается тех ароматов, которые у меня есть, и, конечно же, нежнятина, это мисс Диор, это цветы, пионы, это персик, это нежная, я не знаю, здесь есть розы, наверное, есть, но это так, так приятно, нежно, девичьи, так, одни из самых классных духов, и туалетных вод, которые у меня были, сейчас вот в шариковой версии, не поверите, они нескончаемые, просто неубиваемые, надо поискать какой-то аналог, похожие из этой категории, кстати, побюджетнее, это мадмуазель от Азару, по настроению они очень похожи, но это не один к одному, это не аналог, вот если хотите что-то побюджетнее, чем мисс Диор, можете попробовать их, к нам заглянуло весеннее солнце, которое то приходит, то уходит, радуемся тому, что есть, аромат, который я упоминала в начале этого блока, о парфюмах, это Луэва, у меня был какой-то отливант, ну такой пудрово-сладкий, мы были в Испании, с мамой заходили во многие косметические магазины, мне было интересно, и там располагались стенды практически со всеми, если не со всеми ароматами Луэва, это туалетная вода, и вот некоторые я тестировала и говорила, нет, это точно не мое, а были те, которые вот прям, знаете, цепляют, потому что они женственные, утонченные, очень нежные, и вот то, чего мне сейчас хотелось бы, чего моя душа требует, и я не купила аромат, я подумала, что я приеду в Польшу и закажу, хотя там были и побольше, и поменьше ароматы, и что вы думаете, оказалось, что в Польше они представлены у нас только в формате 100 миллилитров за 100 долларов, и я все думаю, надо или нет, потому что у меня довольно большая коллекция, можно нескромно заявить, и выбросить 100 долларов на очередной аромат, думаю, нет, закончу хотя бы один из тех, которые есть, и потом уже куплю себе что-то новое, но аромат Луэва под названием земля, он в таком фиолетовом флаконе, композиция, которая соединяет в себе очень нежные цветы, типа фиалка, мимоза, возможно, еще что-то, шистые, очень такие прохладные какие-то нотки, и когда я прочитала описание бренда, я немножко прибалдела, потому что говорят, что там есть трюфель, трюфель специфический, я сама люблю трюфель, но его в этом аромате я не расчуяла, извините, это очень такой своеобразный, но очень комфортный аромат, который и в пир, и в мир, потому что он не оставляет после себя какого-то, знаете, какой-то нотки цветов, как будто вы в цветочной лавке, или вы окунулись в куст жасмина, нет, это такие супер зеленые цветы с тонким-тонким ароматом, у меня у мамы на подоконнике росли фиалки, причем такие красивые, и у меня этот аромат ассоциируется именно с такими фиолетовыми фиалками с подоконника из нашей гостинки в Украине, в Киевской области, и мне всегда было интересно пощупать еще вот этот стебель такой зеленый, он пушистенький, и всегда был супер холодным, в общем, как ребенок, я иногда смотрела на них, и меня очень привлекали эти цветы, они не похожи на другие, они росли везде, но и при этом дома не ощущались так, как ландыши, мне такое нравится, вот так же, как я люблю инжиры, все, что связано с ним, и что-то такое, что они, вот знаете, не везде встречается, что-то, что запоминается, но при этом не горет на всю громкость, что я вот здесь, я вот тут апельсин, или что-то в этом духе, этот аромат заявлен как мускусный, амбровый, скорее нечем, да, в нем есть немножечко какой-то сладости, но очень-очень элегантный, это аромат, который вот у меня ассоциируется с гармонией, то есть в нем есть всего по чуть-чуть, но это такой идеальный баланс, как в нашей природе, да, все зачем-то, для чего-то, все взаимосвязано, и вот в нем переплетаются разные нотки, которые подходят вообще и на работу, и на каждый день, и когда тебе даже неспокойно, нанеси нюхай, просто природа это то, что стабильно, а то, что остается будет в нашей жизни, и очень интересный, вот мне хотелось бы его разносить, понять, и возможно я учую там трюфель, но трюфеля там нет, скорее вот знаете, какая-то земля, ну мох, земля, вот что-то такое холодное в нем присутствует, не трава, но может какие-то стебли, вот иногда ты заходишь в лес, и там и прохладно немножечко, да, и какие-то цветы, которые не в поле, да, где куча пчел, там все это так бьет тебе в нос ярким ароматом, нет, это вот ощущение зелени, но не свежескошенной травы, какой-то такой супер гармонии и спокойствия, вот замечали такое, особенно в жару, ты заходишь в лес, там полутень, и холодная земля, и вот как-то так где-то сквозь деревья пробивается солнце, солнце всегда ассоциируется с теплом, с чем-то таким теплым в аромат, да, комфортным, очень уютным, но очень мне понравился, хочется его себе в коллекцию, может быть, не может быть, а приобрету, только сейчас буду всем шутаться, чтобы какой-то из них закончился, я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, я тут уже немножечко обалдела от солнца и ослепла, и голос садится, потому что со мной сегодня что-то не так приходилось сто раз одно и то же повторять, но так тоже бывает, надеюсь, вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, и мы с вами встречаемся совсем скоро, пока-пока!